друзья всем привет сегодня у нас вот такой вид работаем сегодня на балконе или на лоджии правильно сказать друзья задача следующая значит объединил заказчик это помещение и тот балкон в одно помещение и оказалось что достаточно холодно здесь и вот этих радиаторов недостаточно здесь есть теплый пол но здесь будет доска и под сомнением будет ли он включать теплый пол под доской поэтому было принято такое решение решение было принято заказчиком сделать теплый пол на вот этой стенке под подоконником вот такой теплый пол купили это теплый пол кабельный вот поэтому делаем сейчас стробы здесь будет 12 штраф по 7 метров делаем это при помощи болгарки такой кожух поставил два диска для того чтобы штроба была сразу готовая под кабель то есть ничего не надо долбить просто пропилили готовые штрафы все продолжаем еще раз покажу вам это помещение вот здесь радиатор получается здесь и здесь я не знаю быть может конечно хорошо поменять бы эти окна эти стекла что-то здесь реально холодно друзья на улице минус 20 я в жилетке ну ладно дело как говорится хозяйская погнали нарезать ну что почти почти откровенно говоря не очень удобно горизонтально вести болгаркой с кожухом постоянно нам норовит уйти или вверх и вниз вот стробы такие идеальные получились но я думаю пойдет короночкой вот так мы делаем чтобы кабель сделал поворот плавно продолжаем так стробы погрунтовали пропылесосили ждем высыхания и будем закладывать кабель здесь у нас будет датчик температуры датчик терморегулятора вот сюда и заведем сам кабель вот у нас гильза получается вот гильза здесь пойдет дальше тема вот так вот друзья федор мажет я закладываю кабель так вот заталкиваем . что-то надо наверное штруба поглубже делать друзья вчера заложили кабель все это примазали замазали вот есть недостатки конечно у нас еще один балкон в этой квартире поэтому там не справимся сейчас покажу вам недостаточной глубины вот все-таки надо прорезать чтобы поглубже для того чтобы кабель утопливался полностью это не критично это не критично но желательно чтобы таких моментов не было а так в этом случае придется немножко вот эту плоскость подтянуть и за шпателем пройдемся или может быть кусочек штукатурного правила вырежем по всей высоте протянем так мы здесь мы протянули клеем немножко плоскость скорректировали значит клеем протянули быть может еще сделаем шаблончик радиусный вот для того чтобы проверить идеальную поверхность потому что укладываться сюда будет мозаика мозаика как вы знаете должна укладываться на на идеальное основание так это вторая стеночка здесь уже получилось более аккуратно так сказать опыт приобрели стропы более ровненькие вы поняли да вот эти повороты делались короночкой по плитке так вот это у нас питание для теплого пола отсюда пойдет теплый пол сюда зайдет датчик грунтуем штрубы вот так ребята заполняем клеим штрубу и заталкиваем покажи еще раз красота лишнее удаляем да ребята со второй попытки вышло гораздо лучше видите у нас ничего не торчит все это протянули штукатурным правилом вот так вот можно укладывать мозаику вот таким материалом планируем облицевать хотя это не точно такие плашечки на сетке даже не совсем мозаика получается вот но это еще под вопросом здесь у нас вот такие каменные подоконники быть может будет просто мозаика и щипов цвет подоконник это еще под вопросом несколько слов про нагревательный кабель это польша и германия производитель но данный кабель можно использовать не только для подогрева полов но и для подогрева площадок кровель водостоков в общем такое широкое применение и можно его прокладывать в открытом виде было много вопросов про кожух друзья заезжал на рынок случайно купил вот такая надпись фанк тулс или как правильно интернете пытался найти ничего нельзя найти по данному запросу но кожу хорош если такой вот встретите можете брать недостаток наверное это недостаток это наверное деление по 5 миллиметров здесь ну и вся эта конструкция конечно не понятно насколько долговечна а так чё работает так раскрывается чтобы здесь заменить закрываем но все друзья будем облицовывать я думаю снимем еще одно видео а а пока с подготовкой все закончено всем пока